всем привет у нас сегодня нестандартный для нас автомобиль и это не ferrari это tesla model с 2013 года и как он к нам попал спросите вы все банально просто мой товарищ ехал мимо и у него просто-напросто не хватало зарядки доехать до дома и он заехал ко мне подзарядиться и как раз у нас появилась возможность посмотреть на этот автомобиль собственно чем он интересен как бы по сравнению с имя но интересен тем что у него большой пробег больше 120 тысяч километров эта машина одна из первых потому что судя по вину это вообще автомобиль первой тысячи которая была выпущена и я хочу его рассмотреть именно с точки зрения потребительской они как бы как гаджет как все рассматривают эту теслу какая она прекрасная какая она наворочена какие у нее мониторы мы будем как бы простые вещи смотреть именно чем он полезен чем бесполезен ну давайте начнем с того что здесь осталось на 60 километров пути зарядки мы просто-напросто поставили на зарядку в обычную розетку и он пишет что до полной зарядки ему нужно собственно ни много ни мало 24 часа в общем я забегая вперед вам скажу что пока мы с человеком ходили попить чай машина стояла на зарядке около часа в общем получилось так что за час она у нас зарядилась до 73 километров пути с 61 в общем остальное можете посчитать сами ну давайте посмотрим как выглядит кузов как выглядит салон именно на таком пробеге потому что я думаю это как раз интересно и в принципе пост можно назвать что осталось от семилетний тесла на таком пробеге но видите я вам уже показывал только что на эмблемке тесла появилась коррозия но автомобиль на самом деле эксплуатировался в америке он привезен недавно но есть плюс в том что хром в идеальном состоянии то что в америке видим с хром ничего не производят ну а минусы собственно все остальное это минусы на мой взгляд первое что бросается в глаза это очень и очень дешевый салон и состояние салона на самом деле тоже вызывает ну ряд вопросов те же видите вот швы они прямые но вот именно качество материала кнопки от каких-то старинных мерседесов но в принципе про кнопки чего удивляться потому что в свое время мерседес владел частью тесла вот смотрите что происходит со швами как бы по углам да по бокам они почему-то подыстрепались так слегка в принципе в целом сами сидения они в нормальном состоянии но опять же камера не передает именно фактуру сидений да то есть там я не уверен что кожа но и состояние их так скажем ну то есть именно сам материал он такой дешевый вот в принципе по поводу что на ней ломалась что делалось никто не знает потому что автомобиль недавно только купили я считаю что это определенный риск с таким пробегом автомобиль но как бы человек захотел он его купил вот ну что еще как бы по легенде этот автомобиль вообще не ломается но я думаю что это скорее всего обман и сейчас я хочу залезть на заднее сидение вот как раз опять показываете швы великолепно и давайте посмотрим как бы как это все выглядит изнутри потому что но салон в тесле меня всегда слегка удивлял и немного даже пугал с одной стороны по в те годы это выглядела очень и очень новаторски да и свежо но сейчас если честно так на это все смотришь но так очень выглядит но все древние вот вот это вот планка куда убирается люк крыши да то есть шторки крыши но я думаю что она скорее всего будет либо скрипеть либо греметь потому что она пустотелая внутри искать страны тоже не материал положился на заднем сиденье что я могу сказать по этому поводу лично мне здесь ездить не как потому что вот потолок вот моя голова я думаю что я не самую высокую росту 188 сантиметров но при всем при этом у ног в ногах место есть вообще без проблем но для головы места нет вообще сейчас вам покажу ноги как выглядит место в ногах вот как то так здесь надо выбирать либо ноги либо голова сейчас вам покажу во что мне опиралась голова вот сюда вот она мне опирается вот в эту часть то есть если закрыть вот этот люк то скорее всего еще будет ниже основные плюсы на самом деле здесь все таки для ног а не для головы потому что центральная консоль здесь же нет туннеля посередине потому что нет мотора и соответственно если в середине сидит человек то ноги у него в принципе будут размещаться неплохо потому что на бензиновых машинах такого просто физически не сможете добиться потому что там есть туннель интересно то что сзади полка она просто вот это пространство огромное ну если у кого-то есть большая собака и она эту полку не проломит не продают а может она поместить на дальние поездки большую собаку подлокотника почему-то нету тоже слегка меня это удивило но не знаю может какая-то конструктивная особенность этого автомобиля в принципе вот материал сидения он достаточно мягкий но опять же это скорее всего из как бы побуждение безопасности сделано потому что если вдруг что-то случится и задние пассажиры полетят вперед то должно быть как-то мягко заметил еще один минус очень неудобно выходить из этого автомобиля потому что вот когда выходишь постоянно задеваешь порог и задеваешь обшивку но судя по потрепанной как раз обшивке здесь ну вот это и есть проблема тоже все за него задевают но слегка кузов такой скажем потрепанный да вот видите потресканный бампер снизу но в принципе как бы он выглядит более-менее но как бы сама концепция автомобиля сам дизайн но на мой взгляд как бы сейчас уже не смотрится вот именно эта модель но еще раз вернусь крому chrome прямо в идеале да это приятно но несмотря на то что передняя эмблема с надписью тесла почему-то подржавела вот но опять же я думаю что пер для первого автомобиля это простительно вот но мне кажется что для россии это ну такой спорный вопрос да именно по поводу этого автомобиля вот многие как бы цитируют там не знаю как то именно то что тормоза у них вообще не изнашиваются но как вы видите тормозные диски ну так мягко говоря под замену но они не в идеальном состоянии от слова совсем поэтому где там кинетическая энергия еще что-то там все рассказывают что то есть вообще не изнашиваются тормоза здесь кстати пневмоподвеска но посмотрим время покажет опять же насколько она в российских условиях будет приемлемо вот но в общем пока все работает интересный момент что слегка подглючил монитор не закрывался и я где-то видел видео у русских каких-то блогеров то что тот же смысл какой подходишь с ключом машина открывается уходишь также с ключом машина закрывается но вот они с ключом уходили машина не закрывалась вот резинки люка тоже достаточно таки потрепан и в принципе 120 тысяч километров я думаю что это не очень большой пробег тем более машина каталась не в россии в каком-то теплом американском штате но все конечно зависит от владельца но как бы именно внешне как бы кита отделочные материалы но это к владельцу отношения имеют но вот кнопочки да у кого были старые mercedes c-класса b-класса я думаю вы их без труда узнаете вот ну вот здесь на коже есть дефект но кожа достаточно потрескавшийся в общем как на старых американских автомобилей на автомобилях если вы таковые видели вы могли там как раз эти дефекты заметить как раз и на светлой коже это в полной мере проявляется но видите вот такой салон ну в принципе автомобиль стоил новый я так понимаю тысяч наверное 100 долларов когда-то да и за эти деньги ну все-таки должно быть какое-то качество материала но здесь его откровенно говоря нету руль и но более менее сохранился тоже он ну так потертый по пробегу да но во всяком случае никто не знает сколько раз его менялись сколько раз как бы но по гарантии потому что я думаю что он наверняка у них облезает но вот педали в принципе в неплохом состоянии относительно пробега но может быть человек просто как бы ну ими не пользовался катался по трассе поэтому они могут быть и не затерты вот но задние сиденья с ними в целом все в порядке но еще раз вам хочу подчеркнуть что очень и очень все выглядит дешево то есть как бы общий вид такой прям но недорогой и очень сильно бюджетной машины хотя по стоимости это абсолютно не так в общем хочу открыть капот он же багажник здесь ситуация также как на бмв я не сразу сообразил потому что ключ достаточно потертый но в общем нужно два раза нажать на кнопку и попадешь багажник багажник вот как бы в нормальных машинах это моторный отсек здесь это багажник причем багажника 2 и спереди и сзади багажник классный в смысле размера видите сюда можно я думаю положить небольшой холодильник но если это кому-то интересно но сейчас вроде бы у всех компаний торгующих холодильником есть бесплатная доставка поэтому нужен ли он вообще этот багажник в который влезает холодильник но это так чисто мое мнение моя заметка вот интересный момент сейчас я в багажник увидел там есть кнопка открытия багажника изнутри то есть получается если у вас кто-то из домочадцев провинился вы его засунули в багажник в общем чтобы он там как-то мог самостоятельно потом оттуда выбраться он может нажать кнопку открытия багажника изнутри выйти но я так это понял опять же если кто-то знает больше чем я напишите мне в комментариях было бы интересно вот видите эта кнопочка открытие да она изнутри ну то есть ну для чего она у нас подсветкой подсветка это может быть и погасит но общем если случайно вы оказались багажнике можете из него самостоятельно выбраться вот с помощью этой кнопки вот но давайте посмотрим на багажник именно в классе в классическом смысле этого слова который располагается сзади вот передний я на всякий случай понажимал ключ думаю вдруг он сам закроется с ключа но естественно такого не бывает но я все-таки верю в чудеса и в технический прогресс но здесь как раз тема чуть другая не сработал вот но задний багажник собственно открывается также с кнопки и я могу вам сказать что сзади в багажнике с местом все хорошо то есть в принципе автомобиль именно по части багажного какого-то пространства и объема он действительно ну неплох сейчас я вам как раз продемонстрирую как это все будет выглядеть причем сзади вот видите тоже под истрепался бампер там такой есть хром и вот почему-то как бы не в этом месте он не битый просто он как-то такое ощущение что просто от времени начал крошиться но опять же вы видите хром сзади тоже ну хороший но именно на юбке бампер и он почему-то вот как бы начал сама уничтожаться может быть уже время просто пришло и автомобиль начал сама разлагаться но это шутка но такой багажник по факту же автомобиль получается типа лифтбэка какого-то поэтому ну конечно тут с багажником все должно быть неплохо но вот лежит сумка от зарядки как я понимаю сам провод который адаптирован на европу тоже стоит каких-то денег поэтому при покупке на это надо обратить внимание но в багажнике тут без проблем и картошка и рассада и все что угодно можно туда загрузить и я думаю что с этим все будет в порядке как бы резюмируя все вышесказанное я бы наверное не стал покупать этот автомобиль не с большим пробегом не с маленьким не за дорого не за дешево потому что пока мы еще для этого наверное не созрели наша инфраструктура она не позволяет на этом автомобиле полноценно ездить только если в москве это увидите с какими проблемами поэтому ну мне кажется надо немножко подождать прежде чем покупать такой девайс но рука я медую что как основную машину если какая-то машина выходного дня то без проблем ну на этом пока все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока